Тема моей проповеди сегодня называется «Обновление ума. Как обновить свой ум, избавиться от негативных мыслей». Это уже четвертая часть, и я иногда себя в конце года задаю вопрос. Какое самое большое откровение я получил от Господа в этом году? А на этот раз я задал этот вопрос себе раньше времени, так как еще не декабрь, но я себя спросил. И я получил вот этот ответ. Тема «Обновление ума» лично для меня в этом году самая глубокая, самая яркая. Мне хотелось на весь мир кричать, друзья, это такая важная тема. Я сожалевал, что я раньше об этом не знал, не осознавал. С детства верующий, сколько в церковь ходил, и мне вот хочется всех убеждать и рассказывать, друзья. Если вы пропустили первую, третью часть, без разницы, пожалуйста, прослушайте это на YouTube. Это очень важно. Вам это будет благословением. И делитесь этими проповедями, ссылками, делитесь, чтобы больше людей могло о них узнать. Итак, «Обновление ума». Мы с вами говорили о том, что небольшой обзор трех частей, что мысли очень влияют, очень влияют на настроение, на поведение. И иногда наше воображение нам не помогает. И неправильное мышление, то, что Библия называет плотским мышлением, оно разрушает людей, разрушает атмосферу. Многие из-за этого страдают. И часто кажется, что все так печально, и в этом виноваты люди, виноваты обстоятельства. И никогда за историю свою я не встречал, чтобы человек вот в своих вот таких вот негативных, печальных, переживательных размышлениях обвинил свой разум. Никогда человек не говорит, у меня проблема с умом. В основном причины все другие, но Писание нам открывает, что да, обстоятельства могут быть сложные, но проблема часто бывает в нашем мышлении. Ключевой текст, который мы читали Римлянам 12.2. «Преобразуйтесь обновлением ума». Не сообразуйтесь с веком сим, но в чем разница, почему мы отличаемся от всего мира, почему мы отличаемся от людей неверующих, но обновлением ума. Сегодня, друзья, многие страдают из-за того, что упустили этот этап. Это не просто психологический трюк, который я предлагаю. Я верю, что это духовные процессы, которые должен пережить, пройти каждый верующий человек. Пять практических шагов, как на практике обновить свой ум. Первое. Определить свой склад ума. Второе. Заполни свой разум Писанием. Читай и слушай. Третье. Цитируй Писание. Четвертое. Фильтруй. Перенаправляй свои мысли. Это в твоей власти. Бог бы никогда не просил что-то сделать, что человеку невозможно выполнить. И пятое. Фокусируйся на воле Божьей. Вот эти практические шаги отвечают на вопрос, у которых у многих он не отвечен. Как на практике обновлять свой ум? Еще хотел бы сказать в самом начале, что сегодня вы можете сканировать QR-код, который сейчас вы увидите на экране, чтобы получить конспект к этой проповеди. Все четыре части. Вот сейчас вот этот Телеграм. Все четыре части, все местописания, все цитаты, все. Потратили больше времени в офисе, чтобы вам это сделать. И вы можете сейчас сканировать этот код, и все это будет у вас в вашем телефоне. Если вдруг вы не имеете Телеграм, то у нас в Вайбер-группе церковных объявлений, там тоже этот конспект есть. Если кто нас смотрит онлайн, вы также можете, там вам сбросят ссылку, на которую вы также можете иметь конспект этой проповеди. Итак, значит, давайте попробуем узнать, насколько мы усвоили этот материал. Итак, если вы помните, мы с вами говорили, что есть разные виды ума, которые встречаются в Писании. Давайте проверим свои знания. И вот я вам там на экране оставил только первую букву для подсказки. А дальше вам нужно вспомнить, какие есть виды ума, которые мы встречаем в Писании. Итак, первый начинается... Значит, буква П. Первая. Какой это вид ума? Громче говорите. Плотской. Правильно. Второй. Буква П снова. Какой это вид ума? Мы об этом говорили в течение наших проповедей. Главное сейчас проверить себя. Это какой? Превратный ум. Или развращенный ум. Правильно. Третья буква Б. Какой это ум? Громче. Беспокойный. Правильно. Кто уже отвечал, вам уже нельзя отвечать. Вы уже пятерку получили. Дайте возможность другим студентам тоже получить. Следующий вид ума начинается на букву С. С. Как С. Какой это вид ума? Громче. Самое популярное слово. Суета. Сует. Суетный ум. Правильно. Потом буква Н. Следующий вид ума, который встречается в Писании. Какой это? Негатив. Негативный, рапотливый склад ума. И потом последний. Д. Это духовный. Это вот правильный, к которому мы с вами стремимся. И вот все тексты Писания, подтверждающие эти разные виды. Кстати, в Писании есть больше разных видов. Мы с вами остановились только на шести. Я для вашей информации скажу еще. В Писании написано, есть здравый ум, благородный, по-английски там оно sober-minded, то есть трезвый ум и так далее. Но я думаю, что нам главное оценить, какой склад ума у меня. И большинство людей, они пытаются сказать, что это зависит от настроения, от погоды, от ситуации, и мои мысли меняются. Это правда. Но важно признать, что у каждого из нас есть доминирующий склад ума, о чем мы больше регулярно, постоянно думаем. Вот недавно на этой неделе мне один человек жаловался, что он с одним рабочим не может работать больше. Я ему говорю, почему? Он неспособный, ну, у него не хватает именно способностей в стройке, или он ленивый? Он говорит, нет, негативный. И вот он говорит, я уже больше три месяца, просто говорит, насколько токсичная вот эта обстановка. Вот просто, видите, человек имеет такой склад ума, очень негатив, постоянно комплейны, постоянно что-то у него не так в жизни. Поэтому, друзья, и если мы не признаем проблему, почти как бы никто не будет ее решать. Вот почему важно вначале разобраться, где я, на каком уровне, что мне нужно изменить, и тогда это будет не просто информация. Потому что информация, это не значит трансформация. Только если мы применяем, если мы повинуемся Божьему Слову, тогда, Писание говорит, не будьте только слушателями, но делаем, тогда это приносит результат. Еще одно пропущенное слово, проверяем свои знания, как мы усвоили материал. Мы с вами говорили о том, что доктор говорит, что мы есть то, что мы громче кушаем. И мы стараемся доктора слушать, да? Мы есть то, что мы кушаем. А Библия говорит, ты есть то, что ты громче, чтобы в онлайне услышали. Думаешь. И подтверждение этого текста мы читаем с вами в следующем слайде. Потому что каковы мысли, таков и он. Вот почему человек может молчать, но это не значит, что он правильно мыслит. Писание говорит, что вот это вот корень, откуда мы можем узнать естество человека. Дальше мы с вами, друзья, говорили о том, что как практически обновить свой ум, это заполнить свой разум Писанием. И почему Писание, Библия, именно вот этот инструмент может исцелить неправильное мышление. Евреям 4.12 ключевой текст. Ибо Слово Божье живо и действенно, и оно проникает до мозгов. Вот это очень важно. Божье Слово проникает до мозгов. Души, духа и состава мозгов. Вот почему Библия без этого инструмента невозможно корректировать, исправлять мышление. Можно себя тренировать такое позитивное мышление, но вот это вот ключ. Потому что оно судит помышление. Написано, что только Библия. Мы сами себя редко можем сказать, вот я что-то неправильно думаю. Вот Богдан, ну что-то у тебя такие мысли плохие, и сам себя ругаю. Я обычно думаю, что я думаю правильно. Может кто-то другой неправильно думает, а я думаю правильно. Так мы обычно о себе думаем. А вот Божье Слово, вот оно может судить. Написано, оно судит помышление. И оно нас направляет, обличает. Поэтому мы с вами сделали вывод, что любая информация, которую человек смотрит, слышит или думает, влияет на наш склад ума. Любая информация. Поэтому та информация, которая преобладает в нас, она естественно и влияет на наше мышление. Один человек сказал, что что кушаем, тем и пахнем. Чем человек питается, обычно он о том и говорит. Поэтому новости, инстаграм, фейсбук, фильмы, видеоигры, спорт, что угодно, все зависит в каких пропорциях. Это не значит, что это грех. Но если это все преобладает, если это в неправильной пропорции, то иногда мы загрязняем, наше сердце загрязняется. Потому что, мы с вами приводили визуальный пример, если помните, стакан грязной воды. Стакан грязной водой, это символизирует наше сердце, которое забито неправильной, негативной, или Библия называет недуховной информацией. А стакан кувшин, кувшин с чистой водой, это Божье Слово, которое мы вливаем, заполняя свой разум, читая и слушая. И вот это Божье Слово, оно как будто очищает информацию, очищает наше мышление. И мы с вами сделали вывод, что Божье Слово корректирует наш взгляд на разную информацию. Следующий слайд. Корректирует. То есть оно, как бы ты сам по себе, как будто тебе информацию, тебя забомбили информацией. Ну а как это от нее избавиться? Ну вот ты заполняешь Божьим Словом, и оно корректирует твое мышление, твое мнение по поводу всех событий. И оно вытесняет плотской склад ума и заменяет его духовным. И дальше мы с вами говорили, что если человек честно сам с собой может поговорить и признать, на каком уровне его отношение к Божьему Слову, из четыре уровня, я размышляю над Словом, я пребываю в Слове, я нерегулярно читаю или я вообще не читаю. Так вот, трансформация, обновление ума возможно только если человек на втором уровне, хотя бы на втором уровне. Это тоже важно себе признать. Можно говорить об этом, как бы мечтать, но если ты не на втором уровне, нету. Вот что у нас Библия открывает. Это единственный инструмент, который может почистить, обновить наше мышление. Третий практический шаг, это цитируй Писание. Почему цитируй? Потому что это то, что делал Иисус. Помните, Христос в пустыне, дьявол его атакует, Иисус употребляет одну методику, такую очень специфическую. Написано, написано, написано. Всегда отвечает Божьим Словом. Поэтому, если ты проходишь какие-то атаки в жизни, какие-то сложности в жизни, чувствуешь эту духовную борьбу, цитируй Писание, потому что это то, что делал Иисус. И вот дьявол атакует, если, а что если, а что если не выздоровеет, а что если заболеет, а что если Бог такой добрый, почему он допустил? И вот эти сомнения, они тебя так грузят. Но ты на каждую ситуацию находишь текст Писания. Все, что проходит в жизни, сам себя спрашиваешь, что на вот эту подобную ситуацию говорит Библия. Уже кто-то проходил это до нас. Берешь эту Библию и цитируешь. Во-первых, сам себе, потому что это основание твоей веры. И ты это говоришь в духовный мир. Там оно работает. Четвертый, фильтруй мысли, перенаправляй, потому что разум это поле битвы. Человек говорит, я не виноват, что такие мысли лезут мне в голову. То, что они лезут в разум, ты не виноват. Но если оно укоренилось в сердце, то ты виноват. Ты за это несешь ответственность. Вот почему мы должны фильтровать, перенаправлять. Писание говорит, Диане 5, почему ты допустил сатане вложить мысль. Ты допустил, то есть у тебя это в твоей власти, то есть у тебя есть выбор. Ты можешь с этими мыслями как-то сортировать, фильтровать. А это важно делать. Я вам рассказывал свои личные примеры, как иногда просто ты приходишь к выводу, что Господь, я не хочу об этом думать. Ты чувствуешь, ты квасишься в этих мыслях, в этом негативе. Оно тебя просто распирает, раздражает, тоска, темнота. И ты говоришь, Господь, я не хочу об этом думать, об этой тупик, депрессии, безвыходности. Нет, Господь, помоги мне. И подтверждение вот этого процесса духовного, мы читали с вами тоже ключевой текст, 2 Коринфянам 10, 4. Написано, оружие воинствования нашего не плотские. То есть, оружие не плотское. Вот в этой сфере это не психология работает, духовные принципы. Дальше, на разрушение твердынь. Заметьте, где эти твердыни? Где они находятся? Где война происходит? Вот в разуме. И дальше написано, в разуме война, там могут быть эти твердыни, это убеждения ложные, во что человек верит, но это ложь, это неправда. И дальше, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Что это значит? Это значит, любая мысль, которая не соответствует учению Христа, любая мысль, которая противоречит Писанию, ты ее отвергаешь. Ты просто сам себе говоришь, я не буду об этом думать, я не хочу так думать. Ты эту мысль фильтруешь, останавливаешь, не даешь ей развития. И вывод, либо ты возьмешь свои мысли в плен, либо ты окажешься в плену своих мыслей. Очень важный вывод. На следующей картинке вы видите иллюстрацию, которую я упоминал в своей проповеди. Если вы внимательно слушали, вы должны обязательно вспомнить, что это значит. Смотреть телевизор плохо, окей, какие еще варианты? Мы с вами говорили о том, что когда бывает человек смотрит телевизор, и чувствует, что его дух противится той информации, которую он слушает, смотрит, этот дух его просто не воспринимает, это что-то неестественное для него. И человек вот, говорит, нет, 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 это, я не буду себя отравлять этим. Он берет пультик и переключает канал. Вот точно так же, друзья, с мыслями. Тебя атакуют эти мысли, ты чувствуешь, что они тебя раздавливают, разрывают, ты чувствуешь, ты сам себя не узнаешь, вокруг тебя вот эта тьма сгустилась. Ты сразу вспоминаешь, ага, пультик есть. Писание дает тебе право, всякую мысль пленяем в послушании Христу. Вот картинка вам на память, лишь бы помогло. Правда? Ну и, друзья, Иеремии 17 написано, Господь, я, Господь, проникаю в сердце и испытываю разум. Вот это важно. Бог тестирует твои мысли, а уже поступки и дела, это уже результат мышления. Поэтому слова и дела, которые мы хотим исправить, вот неправильно сказал, поступил, это результат. Надо начинать исправлять мысли, разум, лечить, а потом уже остальные последствия. И пятый пункт наш сегодняшний, это фокусируйся на воле Божьей. Это вот последняя, четвертая часть. Возвращаемся к Римлянам 12.2. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Первое, хочу подчеркнуть то, что призыв идет к верующим людям. Часто иногда, когда мы читаем подобные призывы, нам кажется, ну это для новообращенных, таких вот не знающих писаний, вот им нужно там вот, а вот мы верующие, так вот это к верующим, прямо вот к нам. Написано, преобразуйтесь обновлением ума. У меня вопрос, зачем? Ну, один вариант, ну так Библия говорит, и все. Это тоже правильный вариант. Если мы верим, это истинное слово, значит нужно повиноваться. Дальше, смотрите, причина, почему, если копнуть глубже, потому что преобразование, обновление ума, чтобы преобразоваться, чтобы трансформироваться, чтобы измениться. То есть, невозможно изменение, невозможно, человек не может трансформироваться, вот полностью, на всех уровнях, если он не пройдет этот этап обновления ума. А мы, как верующие, знающие писания, понимаем, что писание нас призывает постоянно преображаться в образ Христа, преображаться в характер Христа. Мы постоянно вот с этим воюем, борьба, плоти и духа, постоянная война. А вот здесь вот преобразование. То есть, трансформация обязательно должна быть. Это вот цель. Но обновление ума, это не только ради того, чтобы нам легче стало, чтобы мы были более позитивны. Нет, друзья, здесь есть причина поглубже, почему нам это важно. Потому что, друзья, здесь вот написано, преобразуйтесь обновлением ума, и вот цель, чтобы вам познавать волю Божью. Так вот она, конечная цель. Конечная цель. Обновление ума влияет на все сферы твоей жизни, бытовые вопросы. Тебе самому станет легче, вокруг люди будут от этого тоже благословенны. Но самая конечная цель обновления ума, это чтобы ты был сфокусирован на воле Божьей. Чтобы ты ее понял. Вот это вот познание воли Божьей стоит вот в центре. И здесь важно понимать, что обновление ума связано с познанием воли Божьей. Мы часто говорим, Господь, хочу Твою волю знать, хочу Твою волю исполнять. Мы часто поем, да будет воля Твоя. Можно петь. Можно. И в душе мы много поем, да, и в церкви поем. Оно вроде бы неплохо, но когда мы этим живем, это разные вещи. Вы знаете, друзья, что зрелый христианин будет задаваться, подчеркиваю, зрелый, будет задаваться вопросом, какова воля Божья на мою жизнь? Сейчас, в этих обстоятельствах, в этом сезоне, вот в этой местности, какое мое предназначение? Это возможно при условии, что мышление правильно работает, что ум наш, рожденного свыше человека, он обновлен, или он идет в этом процессе, он обновления. Он обязательно будет об этом думать. А у большинства верующих, я надеюсь, я ошибаюсь, у нас свои планы, у нас свои цели, у нас свои мечты, а Бог должен их благословить. Должен? И вот здесь, друзья, мы часто приходим к Богу именно с такой позиции. Господь, у меня вот это, вот это, вот это, ты как-то благословляй, Господь, догоняй, подтягивайся. Интересно, что написано, чтобы вам познавать ответственность на нас. А легче сказать, Господь, если ты хочешь, чтобы я твою волю исполнял, то ты мне ее открой. Я буду ее делать. А ты уверен? Смотрите, Старый Завет, там Бог свою волю людям, особенно израильский народ, если вы посмотрите, очень ярко открывал, что делать. Но это им не помогало. Казалось бы, если бы Бог вот так явно явился в моей жизни, я бы все, если бы вот как-то Бог молчит, как-то Бог вот, если бы Он сделал что-то такое явное, я бы вот полностью бы изменился. Смотрите, чем у нас учит Старый Завет. У них Бог был огненным столбом. Это было явно? Явно? Явнее уже нельзя, да? У них Бог такие чудеса творил. Это было явно? А почему не помогло? А почему им не помогло? Сколько они дров наломали? А нам кажется, если бы Бог так вот явно явил себя в моей жизни, так явно проговорил, явно открыл бы, я бы вообще был бы. Нет, не был бы. Старый Завет уже показывает нам эти уроки. А в Новом Завете написано, вы познавайте волю Божью. Ага. А что значит познавайте? По-английски написано discern, то есть разбирайтесь, распределите. Вот разберитесь, где. Это значит, что нужно учиться. Это значит, нужно вникать. Это значит, что это процесс через всю жизнь, когда человек постоянно в поиске воли Божьей. И вот это является частью процесса обновления ума. В каждом сезоне какое мое предназначение перед Богом? Что лично я делаю для Бога? Что Бог ожидает от меня? Какая моя роль? Как мамы, как папы, студента, без разницы. Какая моя роль? Боже, что ты ожидаешь? Как я могу тебе угодить? Вот это вопросы мышления обновленного ума. Если нас эти вопросы не пролетают, не интересуют, то мы тогда понимаем признаки, да, обновленного ума и не очень. Интересно еще спросить вопрос себя, вот человек, который идет процессом обновления ума, это тот человек, который постоянно боится жить только своими планами. Он очень осторожный, он боится Бога, что Бог не выпал из этого проекта. Вот что значит обновленный. Вот он идет процессом обновления ума, он постоянно как бы осторожно. Неужели я сам себе настроил тут планов? Это мои просто идеи, мои цели. А что если на то нет у воли Божьей? Интересно, здесь написано познавать волю Божью и там написано благая, угодная и совершенная. Давайте обратим внимание на эти три слова. Мне кажется, что если бы их убрать, смысл бы почти не изменился. Чтобы вам познавать волю Божью, все, точка. Задание ясно? А зачем три слова? Давайте их проанализируем, копнем чуть поглубже. Значит, процесс обновления, если вы читаете, если вы знаете английский язык, там по-английски там написано, что это значит прогрессивная зрелость. То есть прогрессивно человек зреет, растет, меняется мышление. А значит, чтобы к этой зрелости прийти, есть несколько уровней или этапов. И вот здесь вот по поводу воли Божьей дается последовательность разных уровней по нарастающей. Первый благая, второй уровень угодная, третий уровень совершенная. Вау, интересно. Значит, первый уровень такой вступительный, это когда человек вообще Божью волю раньше не искал, не задумывался, а потом вдруг он начал хотя бы интересоваться, хотя бы спрашивать. Иногда мне люди говорят, о, Бог мне не открывает свою волю. Я у него спрашиваю, а ты хотя бы спрашивал, когда последний раз? Все. Значит, человек начинает интересоваться Божьей волей, это уже мышление правильное. Второй шаг, уровень. Воля Божья благая, добрая, хорошая. Следующий уровень еще выше, это идет путем познания, человек обновляется в мышлении, человек зреет духовно, он переходит на следующий уровень, уже Божья воля в моей жизни настолько важна, это уже угодно. И финальный, вот последний, вот это уже уровень высокий, совершенная. Все, что Бог делает в моей жизни, вообще Бог делает как суверенный, это совершенная воля Божья. Но кто так думает? Ведь мы со своей ситуацией иногда не справляемся. Правда? У нас сколько причин и вопросов к Богу, что если мы честны сами с собой, вот почему я работу потерял, почему мой ребенок болеет, а почему там то происходит, а почему еще там что-то происходит. И человек как бы, но когда мы идем путем обновления ума, то вот ступени роста, и все через познание, познавайте, то есть это ты не сразу, так не резко ты понял, но в процессе, вот к чему ты можешь достигнуть. То есть для тебя она настолько будет важна, настолько ты просто будешь уверен, без всяких сомнений, что все, Бог над всем все контролирует, и познание его воли выше моих планов, моих целей, мои мечты, мои проекты. Это когда человек по мере преобразования ума смотрит на жизнь с перспективы Бога. И тогда у нас ценности меняются, мышление меняется. Один человек как-то мне жаловался, вот Бог меня наградил, я вот ему всю жизнь служил, в церковь 30 лет отходил, а в конце жизни раком заболел. Вот Бог меня наградил. И ты так анализируешь вот эту мысль, озвученную, думаешь, с одной стороны, по-человечески это логично, плотским умом так думать. Я бы тоже, наверное, так подумал. Потом вот эту мысль ты берешь, и ты ее как бы пытаешься проверить, если она правильная, и приводишь ее в Писание, то есть окунаешь ее в текст Писания. А что говорит Библия по этому поводу? И вот Писание, оно твои мысли, помните, это корректирует, так раз наводит, чуть правильнее их делает. А Писание говорит, а где в Писании написано, что награды будут на земле? Ты так раз отрезвился. Я такой думаю, что не, 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 мне такое мышление не нравится. Я хочу хотя бы миллион долларов здесь на земле, а остальное пусть на небе. Правда так вот? И ты думаешь, зачем мне это мышление, вот это такое духовное, небесное, как бы, в себе его оставьте. И вот как бы вот как оно получается на практике. Или, например, человек, который практически, вот как обновление ума, познавайте волю Божью. Ты попал в конфликт, и ты как-то реагируешь, мы все реагируем. А потом ты это берешь и опять же сверяешь, а как Писание учит, а как будет правильная реакция по воле Божьей. Ты ее познаешь. Ты как бы заведенный, у тебя есть что сказать, только некому слушать, но ты все равно говоришь. И вот ты как бы высказывайся, а потом раз взял это и как бы сверил, опять же, часы с текстом Писания. Писание говорит, так вот, по воле Божьей так нельзя реагировать. И ты такой раз, и снова, у тебя выбор. Можешь так мыслить, можешь так мыслить. Как будешь мыслить, так будешь и говорить. А потом можешь ей подсчетчину дать, потому что оно все же как бы набирает обороты. Действие слова, оно все же как бы исходит из мыслей. Или, например, я там сколько помогал, сколько делал, добра сделал, а меня не оценили, а в ответ злом заплатили. И человек вот в этом мышлении квасится, тоскует, обижается. И плотским мышлением сто процентов он прав. Ну как с ним так поступили? Потом берешь это мышление и снова раз так в Библию окунаешь. И снова проверяешь, а что же Библия говорит, как нужно правильно мыслить в подобных ситуациях. А Библия говорит, все, что не делаете, делаете как для Господа, запятая, а не для человека. Вдруг ты забыл. И ты такой раз, обновился в уме, вау, а что тут я раскис? Так я делал добро и буду делать. А таких вот, если негодяи такие наглые будут встречаться, я не для них делаю, я делаю для Бога, для моего Господа я делаю. Кто-то на тебя так смотрит, думает, странно, да, вот, кажется, ну, что-то вот, ты понимаешь, ум другой, какой-то другой ум, не такой, как у всех. Такой раз, и пошел ко всем, которые на твоем уровне. Или же нужно подтягиваться на тот уровень. А это непросто. Когда мы идем процессом обновления ума, то это когда мы Богу даем право контролировать, ключевое слово, контролировать, корректировать наши ситуации, мечты, планы и цели. Есть одна песня на YouTube, которая называется I give you my dreams. В переводе даю тебе планы, даю тебе свои решения, даю тебе свои мечты, даю тебе право корректировать. А если вам эта песня не нравится, ее можно выключить. Но если эта песня в сердце живет, если эта песня в твоем сердце, понимаете разницу? А песня классная. I give you my dreams. Можно петь, но только повиновение слову приносит результаты. Поэтому, друзья, когда вы сосредотачиваетесь на поиске воли Божьей, в тот момент запускается процесс, который называется обновление ума. Когда вы сфокусированы мои планы, мои ситуации, мои реакции, мое поведение, вот все, Господь, ты, я учитываю, все учитываю, что все у тебя под контролем. И когда мы ищем эту волю Божью, наш разум, наше мышление, оно обновляется. Когда мы готовы смирить свою волю и дать место воле Божьей, конечно, у нас по-человечески возникают вопросы, Господь, почему? А иногда еще можно спрашивать, Господь, что ты хочешь во мне изменить? Когда мы последний раз такой молитвой молились? Господь, покажи мне, в чем мне нужно измениться. Это не значит, что если вы помолитесь такой молитвой, что сразу резко все изменится. но хотя бы начни думать в том направлении. Это уже, видите, мышление чуть другое. Господь, что во мне изменить? Открой. Что Бог допускает? А что тот же Бог контролирует? И этот же Бог, мой Бог, и я Ему принадлежу. это другое мышление. Скажите честно, спросите себя, я ищу волю Божью в моей жизни? А когда последний раз вы ее спрашивали? Так честно, Господь, какая Твоя воля для меня? вот я как личность, что ты ожидаешь от меня вот в этом сезоне, вот в этих обстоятельствах, вот с моими способностями, которых может быть мало, вот что? Какая Твоя воля? Это, друзья, признак, это признак, это маленький сигнал, что человек в правильном направлении думает. Хочу предложить вам один сложный текст, 1 Петра 2,19 написано, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». как вам кажется, будем рассуждать над этим текстом или едем дальше? На первом потоке кто-то так искренне сказал, «Давайте дальше». Хочу вам выделить три главных мысли, послания. Первое, написано, «Скорби». Скорби. Нас всегда, в принципе, достает больше всего не сама проблема страданий, а за что, если это несправедливо. Правда? Это так несправедливо. Вот это нас убивает. Вот как раз этот текст к вам. Написано, «Страдая несправедливо». Дальше будем рассуждать? Второе, Бог допускает. Можно читать в разных переводах. Бог допускает. Ибо то угодно Богу. И третье, помышляя о Боге. Вот это самое важное. Помышляя о Боге. Когда? Ну, в церкви у нас все мысли духовные. Смотришь на вас все такие пушистые, красивые, духовные. Думаю, что я тут сам себе распинаюсь, проповедую. Но там написано, страдая. Страдая несправедливо. Но нас интересует наша тематика. Ум, да? Тема. Ум, обновление ума. Помышляя о Боге. Английский перевод говорит очень ярче. Там написано mindful of God. В переводе разум полный Бога. То есть сфокусирован, заполнен. Вот мысли направлены в этот период скорби. Мысли направлены не на того, кто обидел, не на за то, за что там, не почему так, а на Бога. А вот здесь, друзья, мы делаем глубокий вывод, что даже в стрессе, даже в боли и скорби для Бога важно, как человек мыслит. Для Бога важно, как человек мыслит. Когда эти тесты приходят в твою жизнь, когда эти тесты, огненные испытания приходят в твою семью. Как человек мыслит? Вот это признак зрелости. А пока все хорошо, все здоровые, все есть, и доход хороший есть, и все, и мы можем проповедовать, это немножко другой уровень. Бог, друзья, не наслаждается нашими страданиями. это вообще не природа Бога. Как и родители не наслаждаются, когда их дети страдают. Они к чему-то учат, сами их подписывают, на операцию сдают, им будет больно. но иногда какие-то тесты мы проходим. И вот именно наше поведение во время страданий проповедуют громче всего. Наша реакция, наше поведение во время страданий, это самая громкая евангельская проповедь. Она будет цеплять и верующих, и неверующих. Правда? Поэтому цитата Бог более заинтересован в изменении вашего мышления, чем в изменении ваших обстоятельств. Как бы нам это не хотелось принимать, но это то, чему нас учит Писание. Исаии 55 написано «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути», говорит Господь. «Как небо высоко от земли, так отличаются мысли Бога от моих». Расстояние между небом и землей. Вот какая громадская разница. Почему почему-то мы как люди решили, что я должен понимать Бога. Господь, я не понимаю, Господь, я не понимаю, почему-то, почему-то, еще что-то. Это по-человечески нормально, мы так реагируем, я тоже. Но когда мы так мыслим, потом опять же мы сверяем, мы правильно мыслим, мы же хотим обновление ума, мы берем эти мысли и мы их снова сверяем с Писанием. А Писание говорит, а я никогда тебя не просил, чтобы ты меня понимал, я только сказал, чтобы ты мне верил. ты своего подростка не можешь понять. Бывает? Объясняешь ему, на одинаковом языке разговариваете, а потом мама волосы рвет, ну как он не понимает, ну поговорите, ну скажите, а ты не разговаривал? разговаривал сто раз, а почему он не понимает? Это же твое творение, почему он у тебя не понимает? А почему ты решил, что ты должен Бога понимать? Если ты с подростком не можешь разобраться? Смотрите, Иисус учил Матфея 6, 9 о молитве. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, да придет царствие твое, это другое царство, другие правила, другие ценности, мы типа говорим, пусть оно приходит, и да будет воля твоя, и на земле, как и на небе. Обратите внимание на последовательность молитвы Отче наш. Первое, признание существования Бога. Отче сущий, ты есть на небесах. Если Он действительно есть, если ты это признаешь и веришь, тогда второе, ты Его должен прославить. Не за то, что Он тебе дал, а за то, кто Он есть. не за то, что Он дал, а за то, кто Он есть. Вот почему мы говорим, да святится имя твое. А дальше интересно, уже начинается такая человеческая, наверное, просьба или молитва, да будет воля твоя. И вот это заявление в молитве, оно идет перед тем, как, Господи, дай мне хлеб насущный и миллион долларов. До этого идет, да будет воля твоя, а потом дай, и у нас есть что просить, но уже мы как бы озвучили, но как ты решишь на основании твоей воли? Мы же сказали, да будет воля твоя. Или мы просто сказали, как мы спели, все я отдаю. Можно говорить, можно петь, а делать это совсем другой уровень. Поэтому состав молитвы, вот направление молитвы, которое Иисус учил, учил верующих вот скелет о чем молиться правильно. Я думаю, он не случайно вот это оставил каждый раз, не забывай, говорит, да будет воля твоя. Сто процентов есть моя, но да будет воля твоя. И вот здесь вот и происходит конфликт. Вот здесь вот он перемещается сюда. И вот здесь Писание говорит преобразуйтесь обновлением ума, чтобы в конечной цели вам познавать волю Божью, уступать волю Божью, искать волю Божью и исполнять. Исайя 26 написано, третий стих, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Если он на Бога уповает, значит ему наверное трудно. Ну из практики так я вижу. Когда все хорошо, мы так на Бога меньше уповаем, когда сложно мы, у нас вариантов просто нету. Уповает. А почему же у него мир такой совершенный? И здесь нам помогает английский перевод или оригинальный текст. Написано, thoughts are fixed on you. Перевод мысли зафиксированы на Боге. В другом переводе английском написано, mind is stayed on you. Остается. Он постоянно где-то гуляет наши мысли, а тут написано, разум, мысли сфокусированы остаются на Боге. И у него мир не потому, что все легко, нет. Не потому, что все цветет и прекрасно, нет. Потому что мысли, мысли, все начинается оттуда. Мысли правильно работают. Да, и страшно, и больно в момент кризиса, но у нас есть выбор думать по-разному. римлянам 8,6 написано помышления плотские суть смерти. А помышления духовная жизнь и мир. Снова интересно, что когда человек по-плоцки думает внутри, это сравнивается как смерть. Ты вроде еще дышишь и разговариваешь, но внутри ты просто разваленный уже. Там просто тьма, там мрак, депрессия, разочарование, безвыходность. Но помышление, заметьте, друзья, еще ничего не изменилось, только мышление уже дает жизнь и мир. Господи, помоги нам действительно иметь это мышление. Лучшую иллюстрацию, которую я нашел, чтобы показать, как преобразование ума работает в человеке, на примере гусеницы и бабочки. Кто учил биологию, вы знаете, как это работает. И вот представьте себе визуально, образно говоря, вначале человек с неправильным мышлением ползает. Прямо ползает вот так вот там в грязи, в пыли, и там неприятно пахнет, и кто-то может наступить вот так вот, он так ползает, так вот, а его взгляд, когда он на земле, вы же понимаете, вот такой вот, вот, вот это зона видения. А потом человек движется преобразованием ума, читает Писание, понял, что это важно, и человек дальше живет, вроде бы понял, что нужно обновление ума, и потом раз так завис, прямо завис. Вот как тот, как это по-русски, кокон, да? Повис. Завис. Как, как? Ну попал в такую ситуацию, что как раз и завис, как говорят, подвис, так. Дыхание перехватило, так жизнь зажало, такой сюрприз тебе дало, и ты такой, выбито все основание, ты его не чувствуешь, ты висишь между небом и землей. и кажется, Господь, чего это я так подвис? Почему небо молчит? И ты так раз и дальше в Писание нырнул, опять обновление ума, обновление ума, обновление ума, тяжело, тяжело, с последних сил держишься, висишь на волосинке, как вот этот кокон висит, такой тоненький, такой висит, еле-еле-еле из последних сил цепляешься. Но если ты дальше действуешь правильно, приходит момент, когда ты вдруг обретаешь способность летать. Вау! Эта бабочка взлетает, ситуация вообще не изменилась. вот эти обстоятельства, окружение, все одинаково, но единственное, что изменилось, это взгляд, что изменилось, это мышление. Она уже смотрит на ту же ситуацию, совершенно под другим углом, уже ее взгляд с высоты. вот оно, обновление ума. Хочется спросить, кто хочет быть бабочкой? Поднимите руку. Вы знаете, друзья, не так много подняло. добро пожаловать в мир гусениц. Поэтому, если вы кого-то встречаете, и он так разговаривает, дышит, вы понимаете, не тем напитался, вы так ему в глаза, а ты не гусеница случайно, а пора летать поэтому прощаясь сегодня вместо как дела, спросите так про между прочим, ты бабочка? Друзья, благодаря нашей природе верующий человек имеет потенциал иметь духовное мышление. Вам кажется, мне никогда не достичь этого уровня, но я хочу повторить, верующий человек благодаря его природе имеет потенциал иметь духовное мышление. Как рожденный ребенок имеет потенциал ходить, но до этого он будет падать, ему будет больно, и может быть будет кровь, а рыба никогда не научится ходить, потому что у нее другая природа, но твоя природа тебе позволяет иметь мышление другое. Матфея 22, 37 написано «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумом». Сколько раз читал этот текст, никогда не задумывался. Это первая заповедь «Возлюби Господа». Самое важное, не просто ритуалы, не просто хождение в церковь, Бога люби, то есть отношения другие, люби Бога. Но я никогда не думал, что Бог ожидает любви к Нему, которая выражается в мыслях. Оказывается, все оттуда начинается. Вау! сколько текстов в Библии говорят на тему разума и ума. Хочу, друзья, вам это четвертая последняя серия, а у меня есть пятая. Но я ее говорить не буду уже, а просто вам закину одну мысль, домашнее задание. А вы поразмышляйте. Первая Коринфянам 2.16 написано. А мы имеем ум Христов. А теперь вопрос. Если мы имеем ум Христов, то тогда зачем обновление ума? А вот на этот вопрос я уже не отвечу. Это пятая серия, которую вы создадите. месяц изучайте, меня не спрашивайте. Через месяц можете спросить. Вникайте, ищите. Какой ответ на этот вопрос? Вы представляете, сколько написано в Писании о разуме и о уме? Что даже не смог вложить в четыре серии? А теперь, друзья, нам осталось только попросить Бога и признать самому себе. Господь, помоги мне это принять Слово и познавать, преображаться, познавая Твою волю. Аминь. Играет Аминь. Играет Играет Продолжение следует...